Всем добрый день, добрый вечер. Сегодня я хочу вам рассказать о том, каким образом мы можем быть подвергнуты амбестархозу, как это происходит и дать некоторые практические рекомендации о том, как не заразиться или как правильно готовить рыбу. Ну, обо всем по порядку. Кратенький план лекции, расскажу про ведение общей понятия амбестархоза, историю открытия, очень кратный жизненный цикл, трудности диагностики, чем все это грозит, как это все лечить, какая рыба опасная, не опасная, как ее правильно готовить. Мы все ездим в поездах, мы все гуляем по улицам и видим очень часто, что продают вот такую рыбу, там всякие тетеньки, такие дяденьки, я их называю рыбные дилеры, которые наловят, сами поедут и накоптят в домашних коптильных, встанут на вокзалах, особенно это очень популярно, когда вы в поездах ездите. Она очень вкусно всегда выглядит, они ее нахваливают, так вот, когда в сторону Москвы едете по Домскому, есть Барабинск, очень вкусно, я раньше ел ее, мне немножко страшно, когда я это вспоминаю. Почему ее есть нельзя? Такая рыба, как правило, готовится непосредственно сразу после отлова. Рыбаки ловят рыбу, сразу коптят ее, сразу солят, вялят, что они там с ней делают еще, ну, как бы у каждого свои секреты, да? Но такую рыбу есть, как правило, в большинстве случаев нельзя, если это не морская рыба. Почему? Я расскажу об этом чуть-чуть попозже, да? Вот из-за такой рыбы вы можете получить серьезное заболевание, которое называется аписторхоз. Аписторхоз это паразитарное, паразитическое заболевание, которое возникает, когда нам в организм попадает паразит аписторх. Он живет в желчных протоках, в желчном, ну, редком желчном пузыре, в основном в мелких желчных протоках, которые пронзают всю нашу печень. Выглядит он примерно вот так. У нас в Сибири его подвид называется аписторхоз филинеус, также распространен аписторхоз виверине, но это уже в Тайланде, об этом тоже я расскажу немножко попозже. Длина, очень важно заметить, да, что длина взрослой особи достигает полутора сантиметров, и позже будут у меня в конце картинки, как об этом пишут в интернете, как они представляют себе аписторхов как червей, и, ну, просто запомните, что до полутора сантиметра класс триматода, то есть это такие черви, которые имеют двух промежуточных хозяев, и одним из них обязательно являются некие моллюски. Ну, кратенько об открытии. Открыт он был виноградом нашим сибирским ученым. В 1891 году он скрывал, значит, одного крестьянина и заметил в его желчи, при микроскопии заметил мелкие яйца. И он подумал, откуда в желчи, по сути, это такой, как бы, субстрат, в котором, ну, мало что живет, она такая, как сказать, не жизнеспособная. И он решил посмотреть печень. И когда он микроскопировал печень, он обнаружил, собственно, вот такие листовидные плоские черви, достаточно прозрачные. И он назвал его тогда «Сибирская двуустка». Это было в 1891 году. Он представил на нескольких конференциях доклад, посвященный сибирской двуустке. И на одном симпозиуме встретил такого ученого, которого звали Риволта. И оказалось, что он в 1886 году, на пять лет раньше, тоже нашел в Италии такого же паразита, описал его и назвал его «кошачьей двуусткой», потому что он нашел его в печени у кошки. Дальше происходило стремительное развитие исследования по заболеванию. Выяснилось, что он живет во многих животных, как правило, млекопитающих, которые являются его окончательным хозяином. И немножко нужно рассказать о цикле его. Он тоже достаточно интересен. Человек является конечным хозяином, окончательным хозяином аписторха. Как я уже сказал, живет в мелких железных протоках. В протоках сеет яйца, каждый взрослый особь, который живет в печени, сеет до 900 яиц в сутки. Эти яйца выходят наружу, попадают каким-то образом в водоемы, и там их поедает улитка. Это моллюск рода бетиния, которая поедает эти яйца, ну, как планктон фильтрует воду, поедает эти яйца. В нее в желудке аписторов претерпевает четыре стадии изменения. Мироцидис, пароцидис, старение и конечный циркарь. Это свободно плавающая циркарь, которая покидает через два-два с половиной месяца эту улитку, вот в такой свободно плавающей стадии, и проникает под чешую в рыбы. Преимущество этой рыбы является класса карповых, то есть карпы, караси и так далее. Конкретно про рыбы я тоже дальше скажу. Когда она проникает им под чешую, она внедряется напрямик в мышцы по всей длине рыбы, и там инкапсулируется. То есть у нее хвост отбрасывается, как у ящерицы, и она покрывается такой оболочкой, называется инцистирование, то есть становится как циста. И это называется метациркария. В таком виде, как метациркария, она живет в рыбе достаточно продолжительное время, пока эту рыбу не поймает человек и, собственно, не съест. И если эта рыба плохо термически обработана, собственно, поедая мясо такое, человек заражается, в желудке под действием пепсина, соляной кислоты оболочка разрушается, выходит маленький эпистор, идет по желудочно-пищечному тракту до желудочных протоков, поселяется там и начинает расти. Это все занимает месяц, и через месяц он начинает сеять яйца сам. То есть получается большая взрослая оса уже через месяц после того, как он ее проглотил. Эти черви гермафродиты у них нету пола, и, собственно, яйца они сеют все одинаково. Вот такой цикл, и вот я уже его рассказал. Вот так выглядят эти метацеркарии. То есть они похожи на яйца, но яйца, которые сеет эписторх, это вот не они. Это вот внутри беленькие, если вам видно, штучки. Это сам, значит, эписторх, а вокруг него вот эта оболочка. Почему в Томске у нас очень много, да? В Томске является гиперэндеричным районом по эписторхозу. То есть он с Тюменской областью, это самые распространенные в России места, где больше всего эписторхоза. Здесь, наверное, все-таки большей части сыграла природа. Множество факторов, которые, так сказать, повлияли, сошлись в одно время в одном и том же месте. Это реки, которых у нас достаточно много. Это улитки, которые живут в этих реках, да? Ну, реки есть по всему миру, но если нет такой улитки, цикл эписторха не может быть завершён. И он, соответственно, ну, если нет такой улитки, то он просто не может выжить эписторхоз и, соответственно, погибает. Есть рыба, которая, собственно, является вторым промежуточным хозяином. И есть люди, которые едят эту рыбу, да, не зная о том, что она может быть очень вредна. Также вы можете посмотреть, что, вот я уже говорил, очень распространено это заболевание в Таиланде. Там аписторхоз, ну, были проведены масштабные научные исследования, было доказано, что аписторхоз вызывает такое заболевание, как холомиокартинома. Это рак желчных протоков. И аписторхоз, как инфекционное заболевание, как паразитическое заболевание, внесён в первую категорию по карцерогенности в какой-то там, ну, значит, компании, которая присваивает эти стадии. То есть он очень опасен. Вот что я хотел сказать этим слайдом. Ну что ж, почему вот так сложно его диагностировать, да, если вы не знали, то это, на самом деле, достаточно сложно. Здесь тоже играет масса факторов. Если, ну, как бы, теоретически подразделяют на острый и хронический аписторхоз. На самом деле острого аписторхоза, как правило, не бывает. Там стоит менее 5%. Если вы одновременно съели там, ну, очень большое количество рыбы, и должно совпасть так, что именно эта рыба в это же время содержала в себе очень большое количество метацеркарий, и, опять же, все эти метацеркарии должны прижиться, только тогда, вот это меньше 5% случаев, массовое, как бы, проникновение, ну, массовый рост аписторхов в желчных протоках может говорить о том, что, ну, то есть, даст некие симптомы. Общее недомогание, метеоризм, боль в животе, увеличение печени, и эти симптомы не специфические. Если вы чувствуете боль в животе или, там, метеоризм, вы же не скажете, что-то я вчера вот рыбу поел, наверное, у меня аписторхоз, там, или месяц назад в комнату, что я ел рыбу. Нет, конечно, человек пойдет просто к терапевту, терапевт там скажет, ну, там, давай, УЗИ сделаем, и все, и на этом все заканчивается, как правило. В 80-90% случаев диагноз ставится чисто случайно. Когда человек сдает анализы на других паразитов, там, делая санитарную книжку, делая какие-то вещи типа ретро-гранное деуденальное зондирование, в котором можно увидеть, ну, как бы, взрослых особей, да. Но, как правило, основным методом, ну, то есть, хроническим вот этих нету. 95% идут без симптомов, и человек может жить там 20 лет с аписторхозом, не зная, что у него даже есть этот аписторхоз. И основным методом является паразитический метод, паразитарный метод, который заключается в обнаружении яиц, аписторхов, пекалиях. Здесь достаточно много сложностей, это ложноположительные результаты, которые им дают яйца других сосальщиков. То есть, на самом деле, очень много же видов, очень много видов паразитов, которые дают внешнему, ну, по внешнему виду похожие яйца. И, соответственно, мы нашли яйца, а сдаем, ну, например, сдаем диагностику на аписторхоз, нашли другие яйца, поставили диагноз аписторхоз, потому что внешне эти яйца трудно отличить. И человек начинает лечить от аписторхоза, а это все очень долго, сложно, гепатотоксично для печени, вредно, ну, вот, в итоге аписторхоза, как бы, у него и нет. Либо наоборот, сложно отрицательные, это когда аписторхов много, они живут там, ну, как бы, мешают оттоку желчи, желчи не проходят, они, соответственно, яйца не выходят, да? И их мало, в принципе. Есть такое понятие сезонность кладки яиц. Она до сих пор мало изучена, непонятно, в какое время они кладут, а в какое время не кладут. Вот для того, чтобы точно подтвердить диагноз аписторхоза, ну, нужно сдавать три раза. То есть, кал на яйца, глист, а с торху нужно сдавать три раза. Есть еще другие методы, да, там, молекулярные, это обнаружение фрагментов ДНК или, там, иммуноферментов анализа, антител, ищет. Ну, они у нас достаточно не распространены, потому что, ну, как бы, что для того, чтобы их делать, это, во-первых, очень большие затраты, а, во-вторых, когда заболевание является эндемическим, то есть, характерным для какого-либо района, ну, то есть, для Томской области, да, ну, никто в России, например, или за рубежом не будет делать какой-то диагностический набор, который бы для какой-то области только бы нужен. Ну, это экономически невыгодно, все это все понимают, и, ну, как бы, делают микроскопии, как бы, старый, добрый метод, который можно сделать. Дальше к сути. Какой вред наносит аписторх? Вот живет он у нас в желчных протоках. Первый вред, который он наносит, это механический. Чем больше аписторхов, тем больше механический этот вред, собственно, и есть. Что значит механический вред? У каждого аписторха есть такая присоска, к которой он присасывается, к стенке протока, для того, чтобы, как бы, питаться. И вот эти присоски, он все время ими двигает по, значит, протоку, как бы, шкрябает, как правильно сказать, я не знаю. Раздражает, в общем, чувствительную слизистую. Ну, вот представьте, вот, например, там, по щеке с внутренней стороны, все время у вас вот так кто-то будет делать, 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 25 лет в то время, которое живет аписторх взрослая УЗа. Собственно, клетки от этого начинают мутировать, и в какой-то момент они, ну, у них начинается мутация настолько, что уже начинают эти клетки, как бы, превращаться в опухоль, в опухолевые. Второй тип, ну, патологический. Когда любой сторонний для человека организм впадает в наш организм, организм наш сам пытается с ним бороться. Организм такой думает, что у меня там такое в печени? Раз, смотрим, какие-то черви. Надо с ними бороться. Посылает туда, там, всякие иммунные процессы, запускает воспаление, да? Ну, то есть, как у нас, кто покупал грипп, например. У нас поднимается температура, соответственно, воспаление, организм пытается с этим сам бороться. Ну, когда эти черви сидят у нас 20 лет, и, как бы, организм-то сам не может им справиться, там вот это воспаление происходит постоянно, то есть, все время, когда там живут аписторхи. Вот это воспаление тоже негативно влияет, ну, очень долгое и продолжительное, как вы понимаете, да? И молекулярный тип – это те продукты, которые аписторх либо выделяет, да, как в процессе своей жизнедеятельности, то есть, экскреторные продукты, либо секреторные продукты, то есть, либо продукты жизнедеятельности, либо те секреты, которые он может продуцировать для того, чтобы, как бы, жизнь в такой не очень хорошей желчной среде была для него все-таки возможна. Вот этот тип, наверное, самый опасен. Вот в тех исследованиях, которые были проведены на аписторхе Севеверине в Таиланде, было доказано, что аписторх может продуцировать такие молекулярные химические вещества, как глиоксаль или метилглиоксаль. И они предполагают, что именно эти вещества являются очень сильными мутагенами, которые вызывают сначала частичную, потом тотальную пролиферацию, и, соответственно, ведут к озлокочистлению через какое-то время, тем самым провоцируя, грубо говоря, рак. Что еще может быть, кроме рака? Если у вас, например, не очень много аписторхов, но какое-то количество есть, ну, так сказать, среднее количество, что рак не может сформироваться, потому что их недостаточно много, могут сформироваться другие всякие болезни. Обструктивная желтуха. То есть это та желтуха, которая прормируется из-за того, что желчь не отходит. То есть она у нас с организмом продуцируется нормально, в нормальном количестве, но так как аписторхи, их там очень много, они закупоривают протоки, желчь не отходит, и ее все больше и больше, ну, и, собственно, возникает желтуха. Желчекаменная болезнь по этому же поводу, потому что желчь не отходит. Холанкит – воспаление мелких желчных протоков, или холецистит – это воспаление всего желчного пузыря. Ну, и в конечном итоге, как я уже говорил, да, вот на этом слайде очень хорошо видно, смотрите, ну, вам, наверное, сложно будет визуально понять, и если есть медики, может быть, не сложно. Здесь изображен по контуру мелкий желчный проток, и вот эта красная штука такая с загнутой головкой – это вот как раз аписторх. Когда они уходят в самые мелкие, да, то есть если они прицепляются где-то в более крупных протоках, то есть место для того, чтобы желчь все-таки отходила, да, их там несколько штук зацепилось, ну, и живут себе, живут спокойно. Желчь отходит, ничего нет. А когда они уходят дальше и дальше в глубь, или их очень много, они вот таким образом закукуляют весь проток, мешая оттоку желчи. И это очень важно. Если сыграет достаточно много факторов, да, то есть если мы все время едим новую рыбу, заражаемся заново, растут новые черви, со старыми они там начинают, значит, ну, как сказать, увеличивается их количество, они все закупоривают, и все вот эти три фактора механическим или биологическим влияют, в конце концов образуется холангиокарцинома, то есть это рак желчных протоков. Чем он также опасен? Его невозможно определить на ранних стадиях, по сути, человека ничего не беспокоит. Маленькие какие-то вещи образуются, ну, иногда там какая-то боль в печени, ну, как правило, большинство людей на это внимания не обращают, а когда приходят, им начинают делать УЗИ и смотрят, что в печени какие-то образования, рак желчных протоков или рак желчного пузыря. Ну и, соответственно, это, как правило, третья-четвертая стадия, которая уже даже неоперабельная, которую вылечить невозможно, ну и, собственно, человек от этого рака и умирает. Все проходит, да, рак остается. Дальше, чем лечить? Это вот очень важный момент. Раньше, немножко назад, несколько десятилетий использовали холоксин. Это препарат, который действовал одновременно на всех паразитов тримоток. Но его сняли из-за очень сильной токсичности. На самом деле, вот так вот, единственный препарат, который у нас сейчас применяется, это битрицит или фраксивазит, фразиклантель. Это, по сути, один тоже препарат, только один оригинал, второй дженерик. Он является тоже очень сильно гипатотоксичным. И вот прежде, чем назначать лечение, даже если у вас обнаружились яйца аписторха, и вам говорят, вы больные аписторхозом, и врач, который грамотно и знает, что прежде, чем назначать этот препарат, нужно посмотреть, насколько сильное у вас заражение. Потому что, если заражение у вас, ну, как бы, яйца есть, но их не очень много, тогда лечить аписторхоз смысла нет вообще никакого. Препарат настолько очень сильно гипатотоксичный, что он, как бы, несет огромное воздействие на печень. После этого вам придется, ну, как бы, грубо говоря, там, очень в течение многих лет восстанавливает свою печень другими различными препаратами. И врач смотрит, там есть такая тройная градация. Они берут один грамм фекалий, исследуют и смотрят. Если там меньше ста яиц, то это слабая степень заражения, они вообще его, в принципе, не лечат. Потому что смысла нет никакого. Просто дают рекомендацию, чтобы не было новых заражений, не ешьте такую-то рыбу, не ешьте там, или там обрабатываете ее правильно термически, и так далее. И как бы человек отпускает. И это на самом деле правильно. Если там от ста до 30 тысяч, то это считается средней степень заражения. Его лечат там по усмотрению врача, по согласованию там с пациентом и так далее. И если больше 30 тысяч уже, ну, тогда как бы, ну, то есть, врач смотрит, что больше нанесет вреда. Бесторхи, которые там живут, или это лекарство, которое убьет, по сути, вашу печень. Да? И поэтому, ну, смотрят, лечить человека или не лечить. Сейчас вот очень много стало различных препаратов, которые якобы говорят там, мы разработали лекарство, которое там конкретно на печень не оказывает токсического влияния, действует конкретно на бесторхов, все убивает там. На самом деле такого препарата нет. Все вот эти вот, вы видите, списком я тут перебрал, да, что смог найти в интернете, что говорят, что мы лечим на бесторхоз. Это все на самом деле большая, огромная фикция. И об этом я скажу еще чуть дальше, когда там покажу вам рыбу, которую они рекомендуют не есть, и как выглядят эти черви. Ну, то есть советую относиться ко всей информации, которая есть критически, не только относительно бесторхоза, а вообще любую информацию, которую вы можете найти в интернете. Ну, стоит все-таки фильтровать, или как-то с кем-то советоваться, который, ну, с людьми, которые более, может быть, лучше знают эту степень. Ну, я считаю, что ни один из этих препаратов, на самом деле, не способен вылечить бесторхоз крови, как единственного препарата вентрицит. Как он действует? Повышает способность, ну, как бы, проницаемость вебраны самого бесторха, и тем самым парализирует его мышцы. Опять же, препарат универсален для всех триматодов, то есть, чтобы вы понимали, да, он направлен не на лечение конкретно от бесторхоза, а от триматодоза, от огромной, значит, ну, от огромного количества заболеваний одновременно. То есть, вот эта не специфика, как раз и, ну, то есть, обоснована большой гепардотоксичностью. Дальше, перейдем к самому интересному. Какую рыбу есть нежелательно, которая может быть потенциально опасна? Как я уже говорил, преимущественно карповые породы рыба с крупной чешуей. Ну, из самых распространенных это любимые, там, под пивко вечером взять ясь, плотва, лещ, вобла, карась, карп, чихонь, ну, и, собственно, все остальные. Все. Ну, вот, посмотрите на эту рыбу, просто, когда будете, там, в следующий раз, заходите вечером, там, пиво купить, посидеть, там, или просто рыбу, да, пожарить. Посмотрите, если рыба похожа, вот, на такую, в любых градациях, да, то есть, вы должны понимать, что она может быть больше, меньше, длиннее, короче, чуть выше чешуя, там, чуть меньше, чуть больше, но если она на нее, в принципе, вот так похожа, то вся эта рыба, ну, во всяком случае, в Томском регионе, вот, куда, немножко, в Тюмень, в Кемеровскую область, она может быть потенциально опасной, она может себя содержать аписторхов, то есть, в этой церкви аписторхов. И такую рыбу, прежде чем есть, нужно очень тщательно термически обрабатывать. Какую рыбу можно есть? Когда меня спрашивают, да, я уже, ну, как бы, делал несколько докладов, участков, про, в слэмах, спрашивают, какую тогда есть? Я говорю, ешьте любую морскую рыбу. Морская рыба никогда не может себе содержать, значит, аписторхов, потому что пресноводная улитка, вот эта пикини, есть только в пресноводных водоемах. В соленой воде она не живет, соответственно, цикл аписторхоза там не может быть осуществленный, как, цикл аписторх? Любая скумбрия, селедка, горбуша, все, что в морской воде можно есть спокойно. Ну, опять же, да, если это, там, вы ее будете есть сырую, там, какую-нибудь строганину, там, может, всякие дефилобатриозы и так далее, ну, это, ну, как бы, по сравнению с аристорхозом, это так, ну, как бы, цветочки, ну, спокойно лечится, там, пробивает, кушает таблеток и все. Да и то не факт, ну, тут вот есть сырую рыбу, да? Да, все сразу, и я же суши люблю. Ну, хочется сказать, вот, не знаю, вот, я, если честно, отношусь двояко. Я суши ем, честно скажу. Я не боюсь дефилобатриоза, не боюсь, там, заболеваний, которые помогут из сырой морской рыбы, ну, они, по сути, как бы, не критичны. Можно что-то, ну, теоретически, как бы, все равно ее обрабатывают. Ну, как бы, во всяком случае, нам говорят, что она проходит термическую обработку, когда там не варить не надо.